Изменение – это один из признаков живого языка. Не только русский пополнился новыми словами за прошедший год. Испанцы, шведы, финны тоже дали название событиям пандемии. Язык бурно реагирует на все происходящее в обществе. То есть это отражение тех процессов, которые происходят в сфере культуры, политики, медицины в том числе. Появляются новые понятия в связи с научно-техническим прогрессом, и эти понятия должны получить какое-то языковое оформление. Это естественный язык гибок. Здесь мы можем это утверждать. И на своей же почве он создает новые слова, и уже потом другой вопрос – останутся ли эти слова, или они будут выпадать. Психологи утверждают, что языковой креатив снимает напряжение и помогает отнестись к сложным жизненным ситуациям, спокойно и даже с юмором. Много слов с шутливым оттенком появилось во время всеобщей изоляции. Гречка хайп. Помните, как сметали с витрин гречку и туалетную бумагу? Карантье. Владелец собаки, который сдавал в аренду своего питомца для прогулок. Наружа. Появился в мультфильме с Масяней. Главная героиня называет наружей весь внешний мир, который в условиях локдауна казался ей далеким и даже враждебным. Полный карантин. Больше наружу не выходим вообще больше никогда. Что? Вообще совсем никогда? Ой, да ладно, ничего хорошего в этой наружи никогда и не было. По словам преподавателя политехникума Анастасии Егорышевой, лингвисты не спешат включать в словари новые слова. Оперативность в этом деле ни к чему. Слово должно сначала закрепиться в устной речи, обрести эмоциональную окраску, получить возможную форму употребления. Чтобы слово закрепилось в языке, оно должно получить своеобразную прописку. То есть обжиться, стать своим. И лишь потом какой-то приживется вариант произношения, употребления, и слово гарантировано вместо словаре. Ну и это вполне закономерно. Ведь не совсем логично было бы включать в словарь сразу слова, которые сегодня мы используем, завтра могут выйти из жизни. Поэтому должно пройти какое-то определенное время. Исчезнут события, обогатившие наш лексикон. Уйдут из речи их названия. И такие слова, как «макаронавирус», «маскобесие» и «карантец» останутся только в качестве интересного языкового явления минувших дней. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.